Сегодня Святая Церковь предложила нам в Евангелии от Матфея удивительные слова, когда сам Иисус Христос сказал, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Сегодня мы должны задать себе вопрос, сколько сегодня недовольных людей, люди недовольны климатом, люди недовольны соседями, недовольны всем, что их окружают, недовольны богатые, недовольны и бедные, недовольны верующие, недовольны и не всем всегда довольны и мы, священнослужители. У нас столько всего вокруг в достатке и столько недовольства. От чего это происходит? От того, что мы Бога забываем, а потому прилепляемся всем своим сердцем, всей душой и помышлением своим, не к Богу, а к земному. Добываем, чтобы есть, спать, пить, одеваться. А Спаситель говорит нам, не ищите, что вам есть, и что пить, и во что одеться. Ибо всего этого ищут язычники. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Спаситель не запрещает нам искать всего необходимого для пищи, для еды, для жилья, для одежды. Это не запрещено. Христос просто поднимает выше поиски каждого из нас. Он говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное, и пища, и еда, и одежда, и где вы будете жить, и что будете есть, когда вы будете трудиться в целях достижения этого Царства, то вы не будете ленивыми, вы будете трудолюбивыми, вы будете понимать, что вера без дел мертва, значит, никогда не останетесь без куска хлеба, никогда не останетесь голодными, ибо Спаситель сам сказал, приходящий ко мне никогда не будет жаждать, и никогда не будет алкать, то есть нуждаться ни в еде, ни в питье. И мы сегодня видим из примера святого преподобного Ануфрия Великого, который 60 лет жил в уединенной пустыне, не заботясь о том, что ему есть, потому что ангелы приносили ему пищу. Больше того, рядом с ним выросла пальма, которая приносила ему плоды, и он питался от этих деревьев, а рядом забил источник, из которого он пил свежую чистую воду. А по субботам и воскресеньям относительно его жития ему ангел Господень приносил хлеб духовный и приобщал его бессмертных, животворящих небесных тайн. Вот ответ всем тем, что, ну что же я буду делать? Так прежде всего, ищи Божьего Царства и правды Его. Остальное по трудам твоим, по заботам твоим, не суетясь, Господь приложит, потому что Он знает, о чем и в чем вы имеете нужду. Вот потому, дорогие, сегодня мне и хотелось, напоминая эти слова Спасителя напомнить нам с вами приоритеты. Давайте чаще устремляться к небу. Давайте не смотреть, что происходит на земле, потому что на земле будет происходить еще больше, и еще больше страшное, и болезни, и войны. Разве мы не читаем об этом в Священном Писании? Услышите о войнах и военных слухах, но не ужасайтесь, ибо это еще не конец. Это только начало болезни. А если это только начало, то как же мы все это переживем? Страх и ужас, и втрепети. Мне хотелось бы сказать вам о том, что я прочитал в трудах святителя Василия Великого. Удивительные, простые, но порой грозные слова. Послушайте. Святитель Василий написал, что добром для человека, живущего на земле, является все, что приближает его к Богу. И злом для человека, живущего на земле, является все, что его от него отдаляет. Какие-то простые, доступные слова. Что непонятно. Добро все, что приближает человека к Богу. Вот сегодня все мы с вами собрались в храме. Добро нам, потому что мы приблизились к Богу. Тот, кто сегодня усердно помолился, а не просто зашел поставить свечку, ему добро, потому что он еще был ближе к Богу. А тот, кто сегодня соединился со Христом, причастившись к святых, бессмертных, животворящих его тайн, то добро ему, и радость ему, и земная, и небесная, стоит человеку среди земной суеты, среди кошмарных новостей, которые окружают человека сегодня. И мы не должны, христиане, погружаться в эту постоянную новостную ленту, искать, 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 что там не написано из того, что уже открыл нам Христос в Евангелии. Разве вы не слышали, что будут и войны, и военные слухи, и болезни, и моры по местам? Вы что, этого разве не знаете? Но не об этом вы должны, христиане, заботиться. Вы должны заботиться о спасении своей души, своих родных и близких в поисках этого небесного царства, в приближении к Богу. Тяжело тебе, страшно стало? Услышал новость какую-то тяжелую, для даже переживания сердечного? Открой Евангелие. Открой и прочитай. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И ничего не начало быть без того, что начало быть. Без этого Божьего промысла. Дальше читай, читай, и сердце твое успокоится. Если у тебя не успокаивается сердце после прочтения, встань на молитву, прочитай 50-й Псалом. Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей, и помножествуй щедро Твоих, очисти беззаконие Моя. Как же замечательно на сердце ляжет эта успокоительная молитва. Ты, приближая себя к Богу в молитве, в чтении Святого Писания, ты успокаиваешься, ты добро делаешь для своей души и для своего спасения. Если тебя и это не удовлетворяет, что же еще сделать, чтобы душу свою успокоить? Окажи какую-то милость. Сделай добро ближнему своему. Ты знаешь, что там, может быть, на первом этаже или где-то по соседству живет одинокий старичок. Ну, возьми, купи ему хлебушка, буханку. Занеси. И тем самым, не просто так отдай, а примите Христа ради. Я вам хочу также посоветовать, дорогие, вот когда вы делаете доброе дело, копеечку даете. Или хлебушка немножко. Или еды. Или какой-то, может быть, одеждой, которую вы уже не носите, поделитесь. А может быть, что-то купите для ближнего. Отдавая не просто так, скажите, на, возьми. А скажите ему перед этим. Ведь ты же молился Богу. Молился. Вот Бог и услышал. И через мои руки тебе дает. Запомнили? Ты же молился Богу. Молился, конечно, возле храма, там, или где, или дома, или так нуждаюсь. У всех есть, у меня нет, больной, какой-то, может, одинокий, многодетный. Вы же молились Господу. Молились. Вот Бог и послал. Меня, чтобы через меня дать вам то или иное необходимое. А не спасибо вам. А вы сразу, не нам, не нам, Господи. Имени Твоему дашь славу. Ведь ты же ему молился, а не мне. Вот его и прославь. И пусть славится имя Господне. И вам будет это добром. Понимаете, все то, что человек делает Бога ради, и к Богу приближаясь, добро для него. И все, что он думает, что для него добро, допустим, сытость. Вот каждый из нас, наверное, пережил на себе сытость. Когда вот это состояние объелся. Уже ни молиться не хочется, ни добрых дел не хочется делать, и Слово Божие читать не хочется. Добро тебе, что ты вкусно поел и сытно. Зло тебе, хотя ты думаешь, ну как же это зло. Такой был пышный обед, что теперь аж тяжело вздохнуть. Или, например, человек думает, что провел всю ночь в развлечениях, в каких-то фильмах, просмотрел, там несколько часов потратил, а такое насмотрелся, что аж глазам стыдно и срамно. Ты приблизился к Богу? Нет, ты удалился. Два с лишним часа сидел, удаляясь от Него, тебе зло. И потом не обижайся, что у тебя бессонные ночи, то какая-то у тебя может быть отчаянность, какое-то неудовлетворение, все тебе не так, все тебе не нравится. От чего это? Потому что ты удаляешься от Бога. Через что? А вот через это зрелище, которое не о Боге, не о вере, не о любви, не о помощи ближним. И вот теперь последнее. А теперь давайте о тяжелом, что заставляет просто перевернуть мозг. Война и военные действия. Для многих зло это или добро? Война, ожидание скорой смерти, болезнь, ранение может приблизить человеку к Богу, к молитве, к чтению Священного Писания. И как ребята говорят там, там уже нет, батюшка, неверующий. Там все молятся Богу. Там многие уже под стягом Спаса Нерукотворного воюют. И на шифронах у них Спас Нерукотворный, с которым еще наши великие князья сражаться ходили против Мамая и против двунадесят языков. К Богу приближается русская армия. И многие в России понимают, что то, что кажется злым, действительно трагедией, однако может к Богу нас приблизить, потому что мы оказываются не от того, что сыты к Богу приближаемся, а когда боль и скорбь и слезы. Вот куда нас еще бить, чтобы мы покаялись и приблизились к Богу. А мы все недовольные, нам все не так, все не сытно, неудобно, некомфортно, непрохладно. Смотрите, сколько у нас недовольств. А ведь великое приобретение, говорит нам Священное Писание, быть благочестивым и довольным. Я хочу, чтобы каждый из нас успокоился и ничего не считал в своей жизни не таким, как надо. Все так, Господи, достойное по делам моим приемлемым. Есть и слава Тебе, Господи, что поесть. Есть где поспать, слава Тебе, Господи, есть где поспать. Живы родные и близкие, слава Тебе, Господи, что они живы. Вчера я разговаривал с одним инвалидом, а он на коляске сидит. На коляске сидит, ему трудно говорить. А знаете, как они нас называют? Неблагодарных, недовольных. Они даже называют нас ногастые. Вы слышите? Вы на ногах стоите и не цените, вам все не так еще. Вы стоите на ногах и вам еще что-то не так. А те, кто не видит, кто слеп, как он чувствует тех, кто видит глазами и все время недовольный. Руки работают, ноги, ум. Еще одна прихожанка наша, она попала в аварию на Крымском мосту у нас. Она говорит, как-то собравшись вокруг прихожан, принесла несколько операций, и вот сейчас она встает и говорит, батюшка, я так Господу благодарю, что я могу стоять без палочки. И вот в кругу сестер, прихожанок, она к ним обращается, говорит, знаете, какая радость, стоять без палочки и держать равновесие. Это такая радость. А еще я вам скажу, продолжает она, какая радость проснуться и вспомнить, как тебя зовут. Она столько дней пролежала без памяти. А у нас руки, и ноги, и глаза, и уши, и память. А мы все недовольны. Мы всем недовольны. Нам все не так. Нам все не то. Поэтому великое приобретение быть благочестивым и довольным. давайте успокоимся и будем помнить, что все необходимое для жизни будем трудиться. Все Господь пошлет. Но прежде всего давайте иметь помышление о небесном. Вот тогда и мы с вами исполним слово, которое сегодня сказал Христос. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И все остальное приложится вам. Аминь.